Снег О, круто, в Красной Поляне давным-давно так рано не выпадал снег в поселке. Это сразу же повышает продажи, повышает посещаемость всех сайтов. Вот господин снег и матушка природа – это лучшие маркетологи. Опять же, мы не знаем, когда он растает, когда установятся стабильные минусовые температуры на трассах, чтобы заработали снежные пушки, а они работают только при минусе. Когда ляжет хорошая снежная подложка, вообще по всему курорту это тоже зависит от природы. И туристам, которые едут на курорт и ательером, надо понимать, что здесь невозможен стопроцентный расчет, невозможно стопроцентное планирование, точно так же, как невозможно предугадать, как хорошо вы покатаетесь. Собственно, когда вы едете в горы, надо понимать, что прежде всего вы едете в горы, а не в торговый центр, и быть готовым к той природе, к тем условиям и к тем бизнес-условиям и прибылям, которые вам подарит наш главный маркетолог. Вообще мне как менеджеру и как маркетологу очень интересна эта аудитория, она очень интересно сегментируется, причем всего, наверное, на 5-6 основных типов туриста. Это очень круто, они все могут быть очень разного уровня достатка, но я бы выделил это семьи с детьми, это тот мифический средний класс, который спят и видят все маркетологи отелей, для которого делаются все предложения. Это папа, мама и двое сферических детей в вакууме, вот как раз на них почти все и рассчитано, у них не должно быть своего снаряжения, они должны кушать в ресторанах, брать инструктора и, в общем, полноценно приносить прибыль курорту. Но при этом они могут быть совершенно разного уровня достатка, и они могут жить в Сочи, могут жить в Краснодаре и приезжать на день или на выходные, или они могут приезжать на неделю или везде из Москвы или Петербурга. Есть люди, которые едут за каталкой, именно катающиеся, они понимают, что им надо, они делятся на тех, кто катается по трассам и вне трасс. Это тоже совершенно разные требования к горам именно, и к подъемникам, и к снегу и так далее. Есть категория просто начинающих, которые делают свои первые шаги, они могут как-то там с семьями пересекаться, еще как-то, но это те люди, которых важно удержать, чтобы им понравилось. И тут очень многое зависит от курортов, от информации, от всего-всего, что может им дать курорт и те эмоции, которые они получат. И есть еще разные виды, там есть молодежь, которая катается в парке. Слава богу, курорты поняли, что это не нищеброды, что эти люди подрастут, они тратят много денег на то, чтобы кататься в европейских парках. Но и в горке-городе, и на розах утор появляются хорошие серии трамплинов, они работают круглый сезон, как только это возможно, по снегу. Ну, в общем, вот это вот та самая молодежь, которую начали уважать, и люди поняли, наши бизнесмены поняли, что она приносит прибыль. Вот, наверное, это основных, я таких перечислил. Но есть еще мои любимые горнопляжники, это те, кто вынужденно переехал из Куршавеля, люди в дорогих фэшн-шмотках, которые выходят попить глинтвейна с лыжами. Ну, мы их тоже очень любим. Да, 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 вот это вот селфи на фоне гор. Ну, горнопляжники, они тоже клевые. Они не особо занимают трассы, вот, но зато приносят деньги. Продолжение следует...